Хорошо, продолжаем. У нас тут кое-что требующее ответа. Вопрос номер четыре. Правда или ложь? Если вы носите очки от солнца, ваши глаза защищены от вредных солнечных лучей. Прошу зрителей отвечать. Уилсон с Ютуба, что вы думаете о бадах из органов животных? А что, есть такие бады? Они мне нравятся, но травяного от корма. Из органов животных, травяного от корма. Не в том смысле, что сами органы едят траву. Итак, дело в том, что субпродукты очень богаты нутриентами. Их надо добавлять к другим видам мяса, ведь большинство людей едят только мышцы. Однако, думаю, многие не любят субпродукты, как и я. Я могу покупать их в виде бадов. Или я пробую... Я могу... Я ем разные продукты, в которых в скрытом виде есть печень и сердце. Я ем некоторые колбасы, в которых они есть. Я могу есть... Как же её? Ливерная колбаса. Я могу есть ливерную колбасу. Люблю её с луком. В общем, ешьте что-то из этого. А если можете есть лук, прошу прощения, печень с луком, это хорошо. Да, это определённо... Я знаю, что люди редко едят сердце, но оно очень полезно, особенно если хотите получать много кофермента Ку-10, который очень важен для энергии, митохондрии и здоровья сердца. Бобби спрашивает, является ли оксалат магния лучшим средством для избавления от почечных камней, застрявших в уретре. Я пью фламмакс, цитрат калия и лимонный сок. Мне нужно выпивать по 2 литра жидкости. До стентирования в следующем месяце. Она волнуется. На вашем месте я бы обязательно увеличил дозу магния. Вряд ли я стал бы принимать оксид магния. Думаю, вы его имели в виду, потому что он усиливает диарею. Это более дешёвая форма. Вероятно, вам нужна другая форма магния. Думаю, я бы принимал цитрат магния. И сейчас я бы принимал его много. Магний отлично противодействует отложениям кальция. И да, в вашей ситуации надо пить много воды. И я бы, пожалуй, добавлял в воду какой-нибудь хороший органический лимонный сок или сок лайма. Грамм 60-90. Добавляйте его в воду и пейте несколько раз в день. Так вы получите цитраты, и они свяжутся с оксалатами. Вода помогает растворять, а магний расщепляет. И думаю, вам будет хорошо начать с этого. И есть даже пробиотик, который вы можете заказать. Думаю, его надо заказывать в Европе. Он называется оксалобактерия, бактера, оксалобактера. Как-то так. Он помогает росту бактерий в кишечнике, которые противодействуют оксалатам. Если у вас формируются камни, возможно, вам стоит просто попринимать этот пробиотик, чтобы ваши микробы устраняли оксалаты и не позволяли им накапливаться в почках. Хорошо, давайте перейдем к вопросу викторины. Точнее, ответим на вопрос номер 4. Правда или ложь? Если вы носите очки от солнца, ваши глаза защищены от вредных солнечных лучей. Лишь 5% сказали, что это правда. А 95% сказали, что это не поможет. Это любопытно. Я сниму видео об этом. Могу показать, как протестировать очки от солнца, если они у вас есть. Темные очки. Вот что происходит, когда вы носите очки от солнца. Они действительно задерживают или отфильтровывают лучи, определенные длины волн солнечного света. Причем все одинаково. При этом из-за очков расширяются сосуды в глазах. Это компенсаторный механизм. И в результате в глаза попадает больше этих лучей. А это не то, что вам нужно. Световой спектр приносит много пользы. Но опасен нижний диапазон. Именно диапазон синего света, кажется, от 450 до 480. Коротковолновой синий свет большой энергии. Именно этот свет снижает уровень мелатонина, может влиять на хрусталик, на роговицу, а на снаружи, это не хрусталик, и на заднюю часть сетчатки. Итак, люди, которые носят очки от солнца, не знают, к сожалению, вот чего. Они обманывают свои глаза, из-за чего в них попадает больше вредных лучей. Глаза полностью открыты, а люди не знают, что это создает проблему. Так что я расскажу в видео о тестировании. Мы протестировали много очков от солнца. Мы искали очки, которые задерживают только вредные лучи. Пока что мы нашли очки, которые стоят 3 доллара, и задерживают только синий свет. А многие очки, которые якобы блокируют синий свет, на самом деле не задерживают синие короткие волны. Вредные лучи. Дождитесь этого видео. Думаю, оно вам понравится. Это поразительно. Вероятно, вы об этом еще не слышали. Любопытно. Последний вопрос на сегодня. Прошу вас, док. Если диабетик съест 30 грамм чистого пустого сахара, эффект будет точно таким же, как и 30 грамм сахара вместе с нутриентами. Хорошо, можно присылать ответы. И у нас последний звонок от очаровательного зрителя. Ее в самом деле зовут Синдерелла, и она звонит нам из Австрии. Итак, задайте ваш вопрос доктору Бергу, Синдерелла. Я хотела бы узнать ваше мнение о голодании для женщин. Просто я часто слышу, что женщинам нельзя голодать. А если они голодают, то надо голодать по схеме 14-10. Иногда еще говорят, что не надо голодать за две недели до месячных из-за гормонов, иначе будет стресс. Это действительно так? Правда ли это настолько вредно? Есть способ голодания для женщин. И есть книга «Голодание для женщин». Мне она нравится. И вот почему. Действительно, когда вы посылаете сигналы своему телу, что есть нехватка еды, особенно если вы еще не адаптированы к сжиганию жира, а многим нужно время для этого, вы посылаете сигналы своему телу, и это сигналы о том, что наступил голод, еды не хватает. А главный механизм выживания тела, естественно, связан в первую очередь с размножением. Поэтому могут пропасть месячные, на месяц или около того. Ведь тело решает, «Так, надо беречь энергию, ребенок пока не нужен, ведь нам не хватает нутриентов». Я думаю, с этим можно легко справиться, если голодать в течение месяца, но не прямо во время овуляции, а также не прямо перед менструацией и не во время нее. Тогда вы сможете голодать интервально и периодически длительно, не во время месячных, и я думаю, это будет очень разумно, особенно если вы не адаптированы. Но это зависит еще и от степени инсулинорезистентности. Если с этим большая проблема и надо сбросить много веса, думаю, надо голодать дольше, чем кому-то, кто просто хочет получить пользу от голодания. Тогда можно голодать интервально более короткие периоды, ведь ему не нужно, он сбросит немного больше веса, а польза от голодания поразительна. Более того, вы можете подумать еще вот о чем. Сухое голодание в три раза эффективнее, чем водное голодание. Поэтому, допустим, вы едите два раза в день, только два раза в день. И, может быть, стоит организовать свою жизнь так, чтобы 12 часов голодать в сухую, или даже дольше. Думаю, 18 часов пару раз в неделю. Так вы получите больше пользы, но вам не придется голодать намного дольше, чем необходимо, ведь вы и так получите пользу. Голодание — это способ вызвать в теле стресс, чтобы тело адаптировалось. Этого можно достичь многими способами. Были женщины, которые у меня голодали, но месячные у них не прекращались, все было в порядке. А у других женщин месячные вдруг прекращались, а потом возобновлялись. Они не исчезнут насовсем. Но с другой стороны, и это поразительно, были женщины, которые голодали после менопаузы, и у них вдруг начинались месячные, хотя их не было 5 лет. Так что, похоже, голодание что-то включало. Об этом можно еще много чего сказать, но это мой короткий ответ. Хорошо. Большое спасибо. Пожалуйста. Большое спасибо за звонок, Синдерелла. У нас есть ответы на последний вопрос. Он звучал так. Если диабетик съест 30 граммов чистого пустого сахара, эффект будет точно таким же, как и 30 граммов сахара вместе с нутриентами. 65% сказали это правда. 35% сказали это ложь. Давайте возьмем вот это. Это так называемый крахмал. Это очищенный крахмал. И... А здесь у нас высокофруктозный кукурузный сироп. Сахар. Ладно. Тут нет нутриентов. Он есть во многих обработанных продуктах. Многие это едят, они говорят, это сахар, телу нужен сахар. Это топливо для тела, мозгу нужна глюкоза. Но тут такое дело. Когда мы заливаем этот пустой очищенный углевод в двигатель... Стив, вы на связи? Да, конечно. Хорошо. Когда мы заливаем это пустое, лишенное нутриентов топлива в эту машину, в митохондрию, без натуральных витаминов и минералов, которые есть в пище, то оказывается, что мы не можем метаболизировать это топливо. И нам приходится брать эти нутриенты из своих запасов, потому что это недостающий элемент. Телу нужны нутриенты, чтобы метаболизировать, расщепить углеводы, жиры и белки. Итак, если делать это постоянно, то очень скоро возникнет дефицит нутриентов. Возьмём, например, диабетика. Если диабетик съест сахар с фитонутриентами, витаминами и так далее, то осложнений и побочных эффектов будет намного меньше, чем от чистого сахара и очищенной мусорной еды. Так вот, я знаю, что часто в мусорную еду добавляют витамины. В противном случае было бы очень плохо. В эту еду добавляют парочку витаминов группы В, железо, цинк и так далее. Но достаточно ли этого на самом деле? Ответ — нет. Поэтому да, диабет связан с сахаром, но не забывайте о нутриентах, которые уменьшают осложнение. Ведь нам нужны нутриенты, чтобы использовать топливо, а не тратить нутриенты, запасённые в наших клетках. Что ж, очень хорошо. Кэти с Ютуба спрашивает, где можно найти хороший витамин С в порошке, а также альфа-липоевую кислоту? Я, конечно же, ни капли не предвзят, но я произвожу витамин С. Он натуральный в порошке и жевательных таблетках, так что я бы принимал его. Я не знаю производителей альфа-липоевой кислоты в порошке. Кажется, альфа-липоевая кислота есть в моей формуле поддержка нервной системы, но это формула в капсулах. С порошком, боюсь, не помогу. Хорошо. Лу Ю спрашивает, я завтра начну корневор-диету. Можете что-нибудь ему посоветовать? Советую изучить эту тему, чтобы делать всё правильно. Я бы добавил коллаген, костный бульон, морепродукты, яйца. Я бы также ел субпродукты и так далее. Разнообразие меню. Есть много разных рецептов. Можно готовить корневор-пиццу, можно испечь корневор-торт, хотя насчёт торта не знаю, но можно сделать много всего. Спрашивает Энал, какой самый быстрый способ вымыть из тела мочевую кислоту, в частности, из стоп? Думаю, речь о подагре. У меня есть видео об этом. Вот один способ. Возьмите сельдерей, выжмите из него сок и пейте каждое утро или в какое-то время днём, чтобы вымыть из тела мочевую кислоту. Это отличный метод. Я ответил? Подходящий ответ? Думаю, да, думаю, да. Да, сниму об этом видео. Очень хорошо. Боригард или как-то так спрашивает, какой БАД может помочь от нейропатии в кистях и руках. Сегодня много вопросов о нейропатии. Как стандартное средство, я советую бенфотиамин и альфа-липоевую кислоту. Два этих поддерживающих нутриента ремонтируют нервы, миелиновую оболочку, особенно на периферии тела, то есть в кистях и стопах, будь то из-за диабета, химиотерапии или какой-то другой проблемы. Хорошо, Алла Масиза спрашивает, какую марку коллагена вы посоветуете, доктор Берг? Я не знаю марку, я бы поискал что-то, в чем есть, возможно, все типы коллагена. Один, два, три, четыре, пять, а не какой-то один. Есть смеси коллагенов. Иногда какой-то коллаген полезен для чего-то, но не для всего. Скажем, есть один тип коллагена, который получают из яичных мембран. Его нельзя получить, если просто есть яйца, если только не соскребать мембрану со скорлупы, что непросто сделать. Но можно купить БАД с этим коллагеном. В общем, есть БАДы со смесью различных типов коллагена. И убедитесь, что этот коллаген органический, промысловый или травяного откорма, а не просто самый дешевый на рынке. Особенно, что касается коллагена, в нем не должно быть никаких примесей и глифосата, то есть гербицидов. Отлично, Памела Спейн пишет. Мне недавно диагностировали макулярную дегенерацию. Какие продукты самые полезные при этом недуги? Лютеин и изиоксантин в яичных желтках. Они есть в яичных желтках, а также в различных овощах и в других. Их можно принимать в виде БАДа, но есть и продукты, богатые этими двумя нутриентами. У меня есть видео об этом, но это два антиоксидов, антиоксиданта, которые есть в хрусталике и в разных других частях глаза. Они защищают глаза от ультрафиолетового излучения, окисления и так далее. Так что знаете, некоторые люди, особенно пожилые, начинают их принимать, их зрение вдруг улучшается, ведь это очень важные антиоксиданты. И я думаю, вам надо дождаться видео, которое я запишу об очках от солнца. Вы узнаете много отличных данных, особенно о том, как защитить себя от ультрафиолета и от синего света. Но нам нужно какое-то количество ультрафиолета для выработки витамина D. Под действием других длин волн он не вырабатывается. Пора заканчивать, Стив. Спасибо, что смотрели нас так долго. Я очень это ценю. И до скорой встречи. Увидимся. Продолжение следует...